Дай почитать. Мы знаем о себе, что мы чем-то похожи друг на друга, но все же такие разные. Почему? Мы ведь не похожи на собак, слонов, ящериц или бабочек, но, согласитесь, мы очень похожи на человекообразных обезьян. И тем не менее, мы, в отличие от них, строим самолеты, читаем книги, способны иронизировать, изготавливать пищу, одежду, возводить заводы и храмы. Да, мы говорим на разных языках. У нас могут быть изощренные технологии, различные табу и фетиши. Как получился человек? Как эволюция сумела породить такое сложное создание? Джозеф Хенрик приходит к обоснованным выводам. Первое. Люди способны к адаптивному культурному обучению и перенимают идеи убеждения, верования, ценности, социальные нормы, мотивы и представления о мире у других членов своих сообществ. Второе. Люди, прежде чем перенять практики, нуждаются в демонстрации правдивости утверждений. Третье. Люди стремятся повысить свой статус и находятся под сильным влиянием престижа. Четвертое. Предпочтения и мотивы человека не фиксированы раз и навсегда, и хорошо продуманная программа или политика способна повлиять на то, что в обществе считают желательным, естественным и интуитивно очевидным. Пятое. Социальные нормы особенно сильны и стойки, когда опираются на врожденные особенности нашей психологии. Шестое. Инновации зависят от расширения коллективного мозга, который, в свою очередь, зависит от создаваемых им социальных норм, институтов и психологических особенностей. Седьмое. У разных обществ совершенно разные социальные нормы, институты языки и технологии, а следовательно, разный стиль мышления, мотивы и эмоциональной реакции. И, наконец, нам нужна новая эволюционная наука. Наука, которая сосредоточена на теснейшем и интереснейшем взаимодействии и коэволюции психологии, культуры, биологии, истории и генетике. Джосеф Хендрик и его книга вдохновляют читателей на новые философские идеи. 12+. Дай почитать.